Я хочу вернуться к презентации. Игорь, можете включить экран? На. Первое. Огромное спасибо, что есть стиль, дата, дизайн. Если мы говорим про инвесторские кучки. Давайте чуть про визуальную подальше. Притом, что текст у вас нормальный, но много текста. Все равно много, да? Да. Много текста, потому что, условно... Давайте с самого начала первый слайд. Да. Смотрим, здесь у нас идет текст. Есть ли самар, паркетинг, сколько сетей, сколько сетей. Так вот, это тот случай, когда, ну, вы же это говорите голосом, да? Да. Вот. И это же дублируете на слайд. Это дублируете на слайд. Теряется смысл слайда вообще. Почему? То есть, достаточно сказать это голосом, тем более, это банальные вещи, которые аудитории... Это не то, что нужно объяснять, да? То, что, в принципе, понятно, то, что, в принципе, понятно. И поэтому, вот, ну, сам по себе вот слайд в этом пидждеке, пидждеке не несет никакой нагрузки. Ну, кроме того, что вот картинка приятная, кроме того, что картинка прикольная сделала, да? Поэтому я бы все-таки рекомендовал первый слайд начинать с того, что название, как вы называетесь, и что вы делаете, как вы называетесь, и что... Ну, если мы вернемся ко вторнику, да, и с чего мы начинаем, вот, предназначение компании. Название... У вас логотип есть, что-то есть? Логотип есть, что-то есть? Да, вот. Вот, да? Вот. Я рекомендую, опять же, два слова, там, презентация для инвесторов. Тейксел есть? И потом... Да, что делает Тейксел? О чем вы? Вот это то, с чем мы работали на прошлом практическом занятии. Вы посмотрите мне сейчас один предложение. Тейксел — это один предложение. «Мобильное приложение, позволяющее легко находить максимум скидок в вашем городе». Позволяющее... Ну, вот эти слова. Мобильное приложение, позволяющее легко... Я бы с этим еще работал. Найди максимум скидок в своем городе. Ну, здесь больше похоже на рекламный логан, чем... Ну, в принципе, это отражает суть. То есть, вот, первый слайд, название, да, но название ничего не говорит. Тейксел. Ну, как бы, надо напрягаться. Вот, и вы сразу же, сразу же пишите вот одно предложение, да, что... Мобильное приложение, там, найди скидки в своем городе. Найди скидки в своем городе. Ну, поняли, да, то есть, о чем вы. Почему вы такую практику этому посвятили. Эта база с нее начинается презентация. Дальше вы идете к проблемам. Описываете проблему. Вот, вы... Вы... Давайте вернемся к нему. Скидки, это... Ну, в этом нет проблемы, это базовое... Ну, то есть, в этом можно... Да. Вот, и опять, напомню. Когда мы говорим про проблему, основная ошибка в том, что он говорит о юзерах, а не о клиентах. Да. Есть юзеры, есть клиенты. Юзеры – это те, кто приезжает вашим приложением и не платят, да? Вот, потому что, как правило, если ты человеку предлагаешь что-то, ну, бесплатно это облегчать, а не подпишись, то, в принципе, они будут пользоваться. То есть, нет. Проблема всегда возникает, когда ты хочешь, чтобы он тебе заполнился. Вот. То есть, это вот разница... Вот очень, очень хорошо вчера на Шалике и Шаров Константин сказал. Есть разница между nice to have и must to have. Понимаете? Вот в английском очень хорошо. Понимаете? У меня есть очень хорошо. То есть, вот, nice to have – это, о, прикольно. Если бесплатно, как бы, nice to have – вот, а деньги дадут только, когда маска дадут, когда вы решаете какую-то работу. И вот в презентации для инвесторов следующая логика у вас. Какую проблему вы решаете для тех, кто платит вам деньги? Найк деньги. Вот. То есть, это прямо вот этим слайдом первым и делаем, да? Да. Вот кто вам платит? Вы с Катей сейчас говорили. Я услышал, что несколько сегментов. Но давайте начнем с тех, кто, условно, уже здесь и сейчас готовы сотрудничать. Платить деньги уже здесь и сейчас. В том виде, как и школы есть. В том виде, как и школы есть. Вот кто, кто, кто этот сегмент? Кто, потому что, ну, я этого услышал, хочу от вас услышать еще раз. Слышать еще раз. Ну, малый бизнес, который хочет донести информацию о своих скидках до максимума пользователей. Это первый сегмент. А второй? Второй – это крупные производители, которые получают возможность проводить через нас акции. можно со сложной механикой и добираться до глубоко таргетированного пользователя. Ориентироваться на конкурентов, на географию, на большое количество параметров. Окей, это уже сейчас работает или это next step? Честно, да, не работает. То есть мы по базе данных копим эти данные все. Они все там оседают. Вот, но самого механизма таргетирования, его еще не существует, да, не допилим. Поэтому я предлагаю, вот, когда мы сейчас говорим о презентации, говорим о проблеме клиентов, есть какого понятия, как теория даст. То есть у нас это те, с кем вы сейчас можете уже взаимодействовать и получать с ними взаимодействие. Давайте про них тогда, хорошо? Хорошо. Вот, то есть... Второй сегмент, что ли вообще не упоминать или как перспективно упоминать все-таки? Это в слайде развития, это продукта развития проекта. Понял, хорошо. Понимаете, то есть вот вы можете, например, нормально сказать это, если вы привлекаете деньги, вы говорите, часть денег пойдет на там вот этого функционала, нам еще там получать деньги вот с этого функционала. Нам еще там будет деньги, вот с этой системой. Понимаете? То есть вот сейчас нужно... Да. То есть это и для вас очень важно, и потому что вот у сегмента, вот как вчера Сережа с Энуса, вот он, по сути, вернулся в начало акселерации, он три месяца, мы его акселераторы, и три месяца, и вернулся в таржи, что ему нужно идти и работать с интервью с клиентами. И работать с интервью с клиентами. Это типичная история, когда предприниматель зарывается в продукт, потому что в продукте зарываться проще, чем идти продавать. И особенно, ну, там, если человек это все время думает, ну, там, еще фичи сделать, еще чего-то, фичи, что-то. И он теряет, что, ну, в итоге, продукт или в том виде, или он никому не нужен, или он никому не нужен. И чем больше он зарывается в продукт, чем больше он этот разрушит, чем предпринимателю это воспринять. Поэтому, чем раньше пойдешь к клиентам и начнешь взаимодействовать, тем больше есть шансов на ранней стадии до денег инвестора, до еще каких-то там уже потраченных лет жизни, либо отказаться, потому что иногда стоит отказаться, либо что-то поменять так, чтобы это было нужно клиентам. Вот вы же это делаете для кого? Для себя? Для себя. Ну, для клиентов, конечно, да. Да, но на самом деле мы все делаем бизнес для себя, ну, честно. И когда предприниматель старается продукт, это нормально. Вот он просто теряет вот этот вопрос. Поэтому вот проблема, давайте сейчас. Вот этот малый-средний бизнес, нет вот этого малого бизнеса, который вот уже готов там платить вам деньги, и освоить вам деньги. Ну, окей. Небольшие магазины хотели бы иметь такие же хорошие инструменты, рассказывающие о своих скидках, как и крупные игроки, и мы дадим им такую возможность. Дадите такую возможность. Ну так, на вскидку. Да, хорошо. На вскидку. А приведите пример, как вот этот маленький игрок сейчас решает эту проблему. То есть, ну, как он это делает без вас? Как сейчас происходит? Нету вашего приложения. Кто делает маленький игрок? Какие он использует рекламные каналы? Он в основном инстаграмит, но для того, чтобы кто-то подписался на его инстаграм, нужно потратить достаточно большие усилия, а потом выдача, которая не будет этим людям, которые подписались на этот инстаграм, показывать эти самые предложения. Потому что выдача инстаграма показывает только 15% того, что публикуется у друзей. Хорошо. А в инстаграме услышал. То есть, это те, кто использует канал рекламы инстаграм. Правильно я понял? Да. Есть те, кто используют рекламу в интернете, есть те, кто вывешивают всякие предложения на OLX, но такой аудитории они не наберут. Единственное, для меня вопрос, какая для них аудитория у нас будет существенной. То есть, сколько мы должны набрать этих самых юзеров, чтобы они пошли к нам уже и сказали, да, это нормально. Ну, я ставлю свои копейки про математику. Смотрите, честно, зависит от того, как вы все равно упражнения по конверсиям, и вы пока не протестируете, вы увидите. Да. Вопрос с вашим вопросом, когда идет клиент, он идет на онлайн-лэндинг маленького бизнеса, или он ногами идет в магазин? Если он, не дай бог, он идет в магазин, то вы увидите, открыть видео вообще. Ну, у нас была идея... Да. Вот путь пользователя. То есть, если он пришел на ваш сайт, во-первых, какая мотивация у него была, а то куда он пришел, что он делал на вашем сайте, и куда он пришел потом, то вы с этого заработали. Так, во-первых, у нас не сайт, сайта нет и никогда не будет. У нас мобильное приложение, в котором каждый пользователь посчитан, и на него ведется дело. Во-вторых, когда он хочет купить какой-нибудь товар, он его отправляет в списки своих покупок, и оно там у него вот в корзине лежит. Секунду, секунду, то есть, то, что мы не можем... Я правильно услышала, что, по сути, это такой, вы составляете, ну, в приложении можно делать список по-другому, правильно? Да, верно. Делиться им, класть к себе, в списке... Ну, просто при всех, ну, при всех поточных суббитациях, что будет мотивировать пользователя делать список по-другому у вас в приложении? Ну, в крупных супермаркетах тупо, чтобы не забыть, потому что жена отправляет мужа, перечисляет ему все, что нужно купить по скидке, он приносит половину, например. Да и чтобы самим не забыть. На самом деле, суть скидок, как сами сети супермаркетов воспринимают скидки, это чтобы просто притащить народ, чтобы он дальше купил побольше всего разного, там не так важные позиции. А мы как раз даем инструкции. Давайте вернемся к пользователю. А мы делаем четкий список, который он может использовать именно как список, то есть он вот идет по нему и говорит, это купил, это купил, а это, ну ладно, не буду покупать. насчет что они еще раз. Кать, повтори, тебя не было слышно. Я говорю, что это очень храбрая и сильная гипотеза о том, что при всех существующих инструментах, которые у нас есть, человек будет забить на покупок именно в сексуально загруженное приложение. Это очень храбрая гипотеза. Ну вот, даже если он не будет кидать к себе в корзину в списке то, что он видит у нас в приложении, мы даже если он на 3 секунды взгляд на карточки задержал, мы и то фиксируем. Но это больше, да, для крупника. Это не для маленьких игроков интересно. Так, мы сейчас выяснили 5 миллионов марш и нам в первом неделе заплатят маленькие игроки. Да, то есть возникает вопрос, как мы будем доказывать, что это он через нас пришел, правильно? Во-первых, да, а во-вторых, весь пользователь, а почему пользователь, который пользуется приложением YouTube, там составляется покупок и идти туда, туда вы его хотите направить. Это конченки кодезок? Это конченки кодезок? Нет, едодилом же пользуется 5 миллионов в России, пользуется, хотя там только еда. В Англии есть MySupermarket, тоже пользуется сколько это там 6 миллионов вновь. То есть скидки людей интересуют в любом случае и у нас уже после рекламной кампании небольшой мы замерили, у нас 40% людей с нами остаются и они ведут списки. Остаются сколько? 40% из вот 100% установили, 40% с нами остались. Остались сколько? День, два, три недели? Нет, месяц, до 30 главный показатель в мобильном приложении. Вот, если не лажать с выдачей данных, то есть там будет постоянно все обновляться, то они будут с нами долго. Окей, можно я сейчас мысль продолжу? на шаг назад. услышал, что небольшие игроки используют рекламные каналы такие как Instagram, Google, Google и крупные площадки типовые. Да, да. Теперь чуть дальше. А какие еще параметры есть, кроме рекламных каналов, да, как описать этого среднего игрока, то есть это офлайн-магазин, сколько у них товарных позиций и это продукт, это вещи, это можно еще каких-то характеристик, продуктовые небольшие магазины они там со скидками не балуются вообще, нам нужно именно скидки, это как правило вещи, электроника, онлайн, офлайн, в принципе без разницы, эти и другие этим занимаются, вот больше в эту сторону, да. больше в эту сторону. Коллеги, пардон, я там ссылочку вам бросила, посмотрите, что Google делает. скидка, нет, не шутку, зубь,